Как ни крути, а на Москве все же не удалось провести комплекс мероприятий по запаиванию мозгов собственного населения по принципу консервной банки, а поэтому с ними происходят разные вещи, которые в принципе не должны были возникать. Случилось это потому, что несколько лет подряд там шла подготовка на переход к суверенному интернету, то есть к практически полному отделению своей части сети от мировой. Для достижения этой цели были применены китайские варианты специального оборудования и наработки Ирана по части технологии консервации сети. И когда казалось, что можно уже дернуть рубильник и перейти на чебурнет, то засада поджидала там, где никто не предполагал. Не хватило собственных вычислительных мощностей для обработки всех запросов в замкнутой системе. В частности, частичные блокировки YouTube с тем, чтобы перейти на собственный RueTube, практически сразу уложили сервис и стало понятно, что надо или полностью его отключать и будет как будет, или не трогать и попытаться нарастить серверную базу. Но в режиме санкций уже что-то наращивать оказалось поздно. И теперь самые упоротые имперцы начинают возмущаться тем, что вместо яхт надо было закупать инфраструктуру, в частности цифровую. Но дело все в том, что если бы Путин и его банда не закупали себе яхты, виллы, дворцы, острова, то не пришлось бы предпринимать мер для отсоединения от всемирной сети. А кроме того, не понадобилось бы и воевать неизвестно за что. А в итоге население начинает задавать глупые вопросы, хоть и уверенно в том, что они должны поставить на колени весь мир. Только они себе представляли, что когда они это начнут делать, то им не придется жертвовать привычным комфортом и теми вещами, которые создают им удобство в жизни. В итоге все чаще появляются вот такие крамольные мысли. А все потому, что населению оставили возможность куда-то ходить и что-то читать, такое, что совсем отличается от соловьиного помета или затянувшихся припадков истерички Скобеевой. Из тех же источников они узнают, что их цифровые сервисы все больше стран считают крайне токсичными и наглухо блокируют в своих границах. Более того, их самих уже считают крайне токсичными и они обнаруживают, что множество привычных вещей, которые им были доступны онлайн, теперь полностью закрыты и теперь они вынуждены искать лазейки, чтобы их обойти. Но по своей природе они ведь не могут просто пользоваться найденными вариантами обхода. Им надо похвастаться тем, как они опять всех сделали, а потом обнаруживают, что благодаря их тщеславию и публичной распальцовке эти дыры уже заткнули. Все это еще не приводит к переосмыслению происходящего, и когда им попадаются огромные ленты обсуждений вот таких фотографий, где в обломках сбитого в Украине вертолета их армии обнаруживают останки стиральной машины, они еще привычно отмахиваются, мол, прифотошопили ее. Но ведь известно о том, что количество непременно переходит в качество. Безусловно, в лепрозории нельзя предвидеть, в какое качество все может перерасти. Но, тем не менее, любые метаморфозы в этом направлении неизменно приводят ко внутренним потрясениям. Возможно, нам и вообще здравомыслящим людям не вполне понятен смысл изменений, которые пробиваются оттуда все чаще. Поэтому нам не удается осознать суть опасности, которую четко ощущает Путин и его шайка. Ведь многие из нас в Европе и на Западе все еще полагают, что в какой-то момент население лепрозория проснется и спросит с Путина за развязанную им войну и за ту массу преступлений, которые творились во времена этой войны. Но ничего этого не будет в принципе, и именно этого там никто не боится. Ведь Путина и его Ротенберги с вексельбергами упали не с неба, прилетев с Мельмака, а всплыли из питерских подворотен, поэтому их мировоззрение точно такое же, как и у массы населения. Да, все они насосались бабла и сделались мультимиллиардерами, но за всем этим дорогим лоском скрывается все то же самое люмпенское быдло. Проще говоря, Шариков там стал не просто начальником очистки, но и начальником всего. Однако даже напялив на себя фраг, он остался Шариковым или одним из миллионов швонгеров. Исходя из этого, можно вычислить и характер угрозы, которая уже ощутимо надвигается на Путина и его развеселую ГОП-команду. Публика там совсем не против войны, причем любой. Сама она воевать не хочет, но неистово желает побед. Они спят и видят, как им удается нагнуть зажравшуюся Европу. Что характерно, этого люто желают и те орки, которые выехали на ПМЖ в эту самую Европу. Им там удается жить намного сытнее и спокойнее, чем на смылись, но все равно они люто ненавидят и местных жителей, и местные нравы. В случае войны с Мордором можно даже не сомневаться на чьей стороне они окажутся. И вот Путин допустил ошибку, которая у него повторяется постоянно и на которой его наконец поймали. Это самое жгучее желание нагнуть всех, которое там выразилось лозунгом «можем повторить», удобно использовать как способ поддержания эрекции быдла, но одно дело говорить об этом, а совсем другое делать. Правила риторики говорят о том, что акцент следовало ставить на слове «можем», а он его сместил на глагол «повторить». То есть вместо потенциальной угрозы или обещания он сделал упор на действие и публика это почувствовала, а раз так, то он сам бездарно израсходовал одну ступень повышения уровня риторики и подогрева быдла. После этого осталось только само действие, а говорить и делать это не одно и то же. Таким образом работает и угроза применения оружия массового поражения. Профит можно получить исключительно риторикой о применении ядерного оружия, например. Но после его применения уже не будет профита. Можем повторить, просто гипнотически действовала на Меркеля и Макронов, а кроме того на Обам и Трампов. И вот прямо сейчас мы наблюдаем за тем, как Макрон вынырнул из пучины избирательной кампании и как бы подумал, на чем я остановился и затянул старую песню о том, что надо учитывать интересы Путина. А это как раз и было следствием угроз. Но с тех пор, как он нырнул в омут предвыборной кампании, мир кардинально изменился и неудивительно, что на его речь о друге Владимире мгновенно отреагировал Борис Джонсон, который посоветовал Эммануэль пойти к своей училке, чтобы та прошла с ним урок истории о премьер-министре Деладье и о том, чего никак нельзя делать, чтобы потом не покрывать страну позором, подписывая капитуляцию в Компьенском лесу. То есть переход от угроз применения силы к натуральной войне моментально сменил критерии оценок действий Путина и в первую очередь внутри самой Федерации. Первая эйфория от того, что дед таки решился показать Кузькину мать постепенно сменилась ожиданием крупных и, главное, быстрых побед. Ведь угрожать можно в том случае, когда ты имеешь настолько подавляющее преимущество, что сомнений в быстрой победе вообще нет. А тут вон оно как вышло. И даже не это главное. В быстрой победе над Украиной все были настолько уверены, что считали ее даже не самой целью, а всего лишь небольшим этапом на пути к цели. На самом деле смыслом войны в Украине была демонстрация силы и того, что ожидает НАТО, если они не прогнутся под Путина. А это значит, что программой «минимум» было не допущение расширения НАТО, а как максимум вернуть формат альянса до состояния 1997 года или времени вступления в него стран Восточной Европы. Плюс к тому, в ходе реализации этого плана возникают варианты отключения европейских потребителей от нефти и газа так, чтобы те почувствовали всю тяжесть гнева фюрера. Одно дело перекрыть газ Украине и совсем другое Европе. Война с Украиной дает массу вариантов для того, чтобы играться с вентилем как угодно и когда угодно. А весь этот комплекс мероприятий и должен был нагнуть Запад или, как говорил Путин, заставить собрать манатки и убираться из зоны интересов Москвы. Своей публике он объяснил, что целью войны в Украине является предотвращение возможности появления американских ракет у границ Помойной Федерации. И вот угроза Путину как раз и исходит из того, что он рассказывал и того, что разогрело публику. Теперь он хочет разгрома Украины и нагибания Запада. А выясняется, что ничего этого Путин сделать не может, даже напрягая все военные и экономические силы. Более того, пока из Украины идут не победные рапорты, а десятки тысяч трупов и сотни единиц, раздолбанной в хлам техники, а на самой территории Федерации регулярно что-то взрывается, мировые СМИ ржут с их горящих непотопляемых кораблей, дымящихся новейших самолетов, вертолетов и танков, которые угоняют цыгане и фермеры. Ну а в понедельник Финляндия уже подает заявку на вступление в НАТО. Внутри страны решение уже принято окончательно, а вслед за финнами заявку подают шведы. И вот визги Пуэла о ракетах с территории Украины теперь полностью рушатся, поскольку граница Финляндии находится в нескольких десятках километров от Санкт-Ленинграда, его родного города. А раз так, то он окажется в зоне поражения ствольной артиллерии и РСЗО. Как говорится, до-о-то-двигался. Понятно, что Кремль тут же разразился угрозами в адрес Финляндии, но мир изменился. Финнам уже плевать на угрозы и плюс к тому Британия заявила о том, что готова выступить на стороне Финляндии в одиночку на весь период между подачей заявки и до момента вступления в НАТО. Так что и Британия уже плюет на такие угрозы. А все потому, что Украина показала цену этим угрозам и прямо сейчас перемалывает всю боеспособную армию лепрозория. И второе, газовые игры Москвы уже дают обратный эффект. Если нефтяной эмбарго в основном начнет работать до конца года, то газовая в полном объеме вступит в силу через пару лет. И тем не менее, прямо сейчас происходят события, которые были невозможными еще год назад. Правительства Португалии и Великобритании уже отрапортовали о полном заполнении своих подземных газохранилищ для обеспечения следующего газового сезона. А Польша намерена достичь этого рубежа до конца текущей недели. То же самое происходит и в других странах. По состоянию на первую половину мая такого еще не было никогда. Но и это еще не все. Примерно месяц назад правительство Германии заявило об аресте активов РФ, в частности Газпрома, с целью дальнейшей их конфискации. Пожалуй, самыми ценными активами являются доли в компаниях, владеющих газораспределительной системой и главное подземное газохранилище, которое Москва скупила и в прошедшем сезоне саботировало их заполнение. А самое интересное здесь то, что даже сверх лояльное к Москве правительство Австрии заявило о том, что если российские владельцы их ПХГ опять будут саботировать их заполнение, то правительство будет вынуждено конфисковать их и заниматься заполнением самостоятельно и совсем не газпромовским газом. Ну и вишня на торте. Только что стало известно о том, что Болгария получила гарантии США о том, что будет полностью обеспечена американским газом по ценам ниже газпромовских. И как бы там не любили дедушку Вову, но 20 баксов всегда 20 баксов. Путин считал себя непревзойденным игроком по перекупке кого угодно и чего угодно, но он забыл о том, что его успехи обусловлены отсутствием других игроков за этим столом. А как только они появляются, все, тут его таланты и кончаются. Он играл так, как хотел только до тех пор, пока ему это позволяли, но это время осталось позади. И вот теперь он сам перевел игру со своим люмпином из области абстрактных угроз и обещаний в плоскость конкретных действий, а это всегда чревато боком, потому что публика требует демонстрации успехов, побед и достижений. А показывать нечего. Даже к 9 мая, когда вся публика только и говорила о том уж, что к празднику-то Путин точно чего-то сможет добиться, предъявить ничего не получилось. Более того, в этот день все узнали о побоище, которое ВСУ строили на острове Змеиной, о подписании президентом США закона о ленд-лизе и о том, что вместо мифического вступления в НАТО Украины анонсировано реальное и стремительное обретение членства Финляндии, а потом и Швеции. И вот это Орков начинает побешивать. Если раньше они не особенно обращали внимание на сообщения о диких потерях их войск в Украине, то тут они начинают прощаться со своими иллюзиями и оторвавшись от телека и боярки, задают очень неприятный для Путина вопрос. И вот на эти простые вопросы Пойлу ответить нечего, поскольку тот самый ресурс потенциальной угрозы он бездарно профукал, а сил на то, чтобы воплотить их в жизнь не было никогда. Его расчет на то, что одним грозным своим видом и ковровыми бомбежками он заставит мир встать в коленно-локтевую позу не оправдался. Мало того, теперь его еще и подначивают. И это все? А его угрозы выглядят глупо и нелепо, потому что его хваленая армия перемалывается Украиной. И по мере того, как Россия сливается в унитаз, угроза Плешивому растет именно из-за того неудовлетворительного спроса собственного населения, который он сам и сформировал в таком извращенном виде. Удивительно, но теперь главной угрозой для его лысиной шеи стали не противники войны с Украиной, поскольку они аморфны и малочисленны, а наоборот упоротые милитаристы, ожидания которых он не смог удовлетворить. А поскольку он сам прекрасно знает, до каких высот он поднял эту дрянь, то и уровень угрозы он ощущает реальный. Но все это он сделал собственными руками. А поэтому, за что боролся, на то и напоролся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова